Я никогда не думал, что мне доведется увидеть подобное. Что я окажусь там, где сталкиваются жизнь и смерть. Люди убивают, люди умирают. Но приехать сюда и увидеть все это своими глазами было необходимо. Потому что я считаю, что единственный способ восстановить справедливость, это показать миру правду. Руки подняли Азов. Все Азов. Все Азов. Два этих, два Азов. Два отряда. Поняли, кто перед вами? Стивен Сигал. К нам относятся хорошо, достаточно хорошо. Не на что жаловаться. Поэтому я считаю, что условия тут приемлемы. Хорошо, достаточно приемлемы. Хочешь ли ты вернуться домой? Он спросил, хочу ли я вернуться домой. Я мечтаю об этом. Что миру лгут. Я не хочу сказать, что нужно быть глупым, чтобы не видеть правды. Но большую часть того, что говорилось, довольно легко было распознать как откровенную ложь. Мне жаль, что Запад опустился до фейковых новостей и распространения лжи по всему миру. Еще больше жаль, что половина мира действительно не поверила, что Россию надо победить. Что с Россией стоит бороться. Знаете, это говорилось снова и снова. Теперь для меня очевидно, все, что я подозревал и во что я верил, было абсолютной правдой. Я рассказал о том, что слышал и видел. Дал людям понять, что я чувствую. Мне больно это говорить, но после этого мои друзья больше не смотрят на меня, как на друга. Они боятся со мной разговаривать. Они боятся со мной разговаривать. Я считаю себя русским. Мои предки были за силы. Я уверен, что главная причина, по которой мы победим, заключается в том, что мы правы. Я верю, что это война между добром и злом. Я верю, что Бог на нашей стороне. Вот почему мы победим. Конечно, у нас лучшие солдаты, оружие и военачальники. Но в конечном итоге, наша главная сила в том, что мы правы.